Привет, дорогие полуночники! Давно не слышались. И вы спросите меня, боже, что это я вижу на экране? Где трава, где деревья нормальные, где переделка хотя бы небольшая, да? То есть всеми нами любимые линейки. Но всё очень просто. Это новые территории, которые мы решили внедрить до начала нового теста. Атик в самое-самое ближайшее время перейдёт внутрь проекта, чтобы переделывать куски мира. Потому что затягивается выполнение работ по созданию аниматрона и гуи, содержащего элемента, в качестве одного общего плагина. Что, в общем-то, потребует гораздо больше времени, чем мы предполагали. Всё-таки ещё больше времени. И поэтому мы решили немножко увеличить наш мир. И то, что вы сейчас видите на экранах, будет добавлено в первый тест. Я надеюсь, что мы успеем к этому моменту завершить вот эти куски мира. Ко всему прочему, есть мысли о том, чтобы всё-таки внести работу территорий орков и гномов хотя бы номинально по поверхности, вот без создания донжонов в них. Также не без удовольствия сообщаю вам о том, что у нас появились пара новостей, связанная с изменением в составе команды. Вот, к нам добавился ещё один человек, его зовут Гринличер. Он же Вадос, Вадим. Вот он помогает с объединением материалов, грубо говоря, тем, что делал я, плюс с созданием лодингов моделей. Теперь у меня, скорее всего, появится дополнительное время, которое я могу уделить на VFX и более детально попробовать разобраться с Сергеем со структурой, архитектурой самого проекта. Атик же в это время будет, скорее всего, заниматься сначала определённой работой, связанной с тем же объединением материалов, чтобы помочь заполнить все территории, которые мы запланировали. Вот, а потом, скорее всего, переключиться на либо дизайн, либо помощь по рефакторингу с определённых моделей, которые не совсем удачно выделываются из геометрических БСП-кистей. Что касается их, ребятам тоже, скорее всего, предстоит посмотреть о том, как вообще делаются БСП-кисти, что они из себя представляют, как с ними работать. И это, я вам скажу, крутейший геморрой. Настолько геморройный геморрой, которого ещё не было, наверное, ни у кого, кроме меня и Серёги на этом проекте. Запланирован также переход на движок 4.26. Да, именно поэтому нам и нужны дополнительные люди, потому что, скорее всего, большое количество вещей, которые мы сделаем, оно может начать работать неправильно, и это нужно будет приводить обратно к нормальному состоянию. А тем временем, кто ещё не совсем понял, что это за территории в гриме, которые можно было не узнать, это Дион и окрестности Диона. Пока что внесены только они. Орочья и Гномия деревня, я думаю, будут внесены после того, как будут завершены 6 территорий вокруг Диона. До Герана, конечно, добираться мы не будем, это излишне. Мы столько сразу объектов не потянем, даже втроём, или там вчетвером. Вот, поэтому тут пока без шансов. Что же касается действительно важных вещей, из-за того, что появится, я очень надеюсь, что у нас получится сделать нормальную вменяемую Круму, которая, кстати говоря, прямо сейчас начнёт появляться на экране. И работы по ней уже проводятся, если вы можете видеть. Она уже не блестит, как пластик. У неё уже появились светящиеся поверхности, иероглифы, схемы и прочее. Вот, нижние уровни переведены в другой канал освещения, чтобы не зависеть от внешнего освещения. Чтобы нижние уровни были правильно освещены, придётся сделать немалую работу, связанную с расстановкой фонарей. Для тех, кто разрабатывает, меня поймут. Вот, достаточно хитрую работу по АО, чтобы обычные старые текстуры хоть как-то смотрелись в современном исполнении. Возможно, также нужно будет делать некоторую переработку некоторых объектов по типу материалов, чтобы они хоть как-то выпуклыми были. Но, а возможно, и нет, потому что может не хватить времени. Ну и напоследок хочу сказать, что, скорее всего, в обозримом самом будущем у нас появится ещё более хороший, качественный сервер, который будет написан, опять же, на Яве, но это не так страшно. Главное, чтобы он был рабочим. Вот. А есть также люди, которые могут попробовать создать сервер на Go. Это, конечно, сложно. И достаточно такая вещь специфическая, но, тем не менее, может быть интересной. Вот. В частности, это наш самый сильный саппортер, который в нас верит и не покидает нас до самого конца. Спасибо ему. Спасибо большое. И вам. Потому что вы нас поддерживаете, вселяете в нас надежду и силы. Кстати, композиция, которая звучала в данном ролике, принадлежит Александру Гурскому. Это композитор, это гитарист, хороший друг моего брата, мой товарищ, который любезно предоставил нам написанную концептуальную композицию под названием «Верюспор». Её вы можете найти на Ютубе. Он написал её во время карантина. Правда, его карантин был гораздо интереснее, чем мой. Да и, я думаю, и многих. Потому что он провёл его в Барселоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова